Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 января, день Петра, назван через поклонение честным веригам святого апостола Петра, которые стали целебными. По приказанию царя Ирода, Петр был ввергнут в темницу и скован двумя железными цепями. Ночью ангел Господень разбудил его, толкнув в бок и вывел из темницы. Железные вериги упали с рук апостола. Весть о чудесном избавлении Петра от оков и темницы разошлась по всему Иерусалиму. Верующие тайно взяли их и хранили у себя как величайшую реликвию. Сегодня в народе почитали святого Петра, покровителя домашней скотины. Также говорили, что наступил Петр полукорм. Крестьяне делили зиму на две части и считалось, что первая половина зимы осталась позади. Обычно к этому дню съедали половину запасов. Отсюда и название дня. Петр полукорм. Вообще сегодня день отличался сильными морозами. Известна поговорка. В этот день мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет. Приметы. Если на дворе сегодня метет метель, лето будет дождливым, а рыбалка плохой. Северный ветер на день Петра к похолоданию. Если сегодня морозный день, лето будет знойным. Если на Петра идет снег, хорошему сенокосу. Также можно ожидать удачную рыбалку летом. Если сегодня на закате солнце окрашено в красный цвет, следующий день будет морозным и солнечным. Если сегодня вечером виден яркий месяц с крутыми рогами, будет приятный морозный день. Я бы еще заметил, что к этим бутербродам способствует чему? Человек пытается прочувствовать вкус в процессе употребления. Жуешь медленно. 42 законные движения жевательные человек делает. Соответственно, есть возможность прочувствовать вкус, как он есть. Без всяких приукрас. И зарядка для мышц. Зубы работают, челюсти работают. Что немаловажно. Потому что рафинированной пищи сейчас очень полно. Так и как вкус теперь оценить? А то я много рассказываю и хвалю сам себя. Хороший вкус. Который насыщает. И действительно, хлебушек надо брать такой, знаете, ну там или второго сорта, или зерновой, чтобы с отрублями, чтобы все это у нас было. Такой особенно будет как раз для этого, для куркумы такой вот подходить. Очень хороший бутербродик получился. Будет упитывать. И, кстати, еще, знаете, что делает куркума? Самое удивительное. Она же воздействует не только на физическое тело, не только на эмоции, но она еще воздействует на энергетику. И, кстати, считается по восточной философии, что куркума очищает энергетические каналы, помогает работать чакрам. За счет этого человек становится более чувствительным к окружающему пространству, у него пробуждается экстрасенсорная еще способность. Вот. Что она делает? Кстати, очень хорошо людям, которые занимаются умственным трудом, а также, ну, чья жизнь в основном связана с искусством, ее кушать, это будут навевать какие-то у них такие мысли творческие, на то, чтобы все это там у них, ну, создавались какие-то там картины, шедевры и прочее, прочее. Это тоже немаловажно, потому что некоторые люди не понимают, откуда взять вдохновение. А оказывается, откуда мы их можем брать? Да, можем брать из тех же специй. Кстати, специи вообще, вот это удивительная вещь, которая, ну, как бы сказать, изобретена природой и насыщена огромным количеством различных энергий, которые, кстати, возбуждают еще творческие энергии. То есть творческий потенциал напрямую связан с употреблением пищи. То есть человек ест то, что он ест. Правильно. И, кстати, астрологи считают, что куркума дает процветание. Почему? Потому что в ней сосредотачивается энергия, энергия матери-земли. То есть первозданная энергия, как говорили индусы, кундалини. Энергия кундалини. Эта энергия строила наш организм, потом его поддерживает. И отличный запах. Кстати, вот этот запах прекрасно уже за счет самого запаха очищает пространство от разного рода микробов. Вспомните свой первый опыт куркумы. И скажите, чем отличается сыр с куркумой или с куркумой? Это эти два момента и еще пять минут. Хорошо. У него? Его первый опыт такой. Ага. Гена, расскажи о своем первом опыте использования куркумы. Вот ты ее до этого не ел, а потом поел, и что с тобой произошло? Что ты почувствовал? Какие перемены в сознании, в организме? Почему ты ее стал еще применять? Куркума, безусловно, что-то привнесла в сознание новое. Я пытался понять, что это такое. Читал литературу и узнал больше о куркуме. То есть мы уже проговорили, насколько это действительно целебный, полезный продукт, как специя. И я ее стал использовать уже в каше. Если я раньше варил кашу, к примеру, на завтрак овсяную с изюмом, без куркумы, даже иногда сахар клау. То есть потом я стал использовать без сахара, но с куркумой. Цвет способствует пищеварению. Вкус, аромат, то есть запах, все есть в продукте. Потом я стал эксперименты дальше продолжать, как напиток его использовать. Как чай. Как чай, конечно же, безусловно. И в холодную, сырую погоду, такой ненасти, что-то немножко, наверное, каждого подламывает вот эта сырость. То есть выпьешь стакан чая из куркумы и чувствуешь, что значительно... Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещи, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамма-Ю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активны и легкие. Поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется. Продолжение следует... Продолжение следует...